Здравия желаю! Значит сейчас, вчера я докончил все замеры, чтобы разобраться с амперами и с КПД. Одно из другого вытекает. И что получилось? Сейчас покажу. Значит, вот они замеры. На всех параметрах. На 40 вольт. По амперам 41,4 Вт. По напряжению лампочки 7,2 Вт. Видите как? По счетчику 28. Так. На 50 вольт. По амперам 46 Вт. А если мерить на лампочке напряжение, то 50 Вт, 10 Вт. А по счетчику 32 Вт. На 100, на пол, на 100 Вт. По амперам, видите, уже меньше. 89, а по счетчику 11 Вт. На 60 Вт. 51 Вт. По амперам. А если мерить, значит, по напряжению лампочки 60 Вт, 13 Вт. Амперы одинаковые. А по счетчику 37. Видите, что получается? 37 и 13. 51. То есть 37. 37 Вт. Обратно идет. Это обратный ток. Дальше. Ну и так далее. В общем, вывод какой с этого всего? Даже по лампочкам возьмем. Сейчас вот нарисую. Вот смотрите, что тут получается. Сейчас поймете. Так. Ещё можно расширить. Расширяем так вот. Чтоб видно было. Значит, вот оно что. Вот. Вот оно, лампочка рисуем. Кружок. Вот так обозначается. Значит, нагрев колбы 300 Вольт. Ой, 300 градусов Вольт. Уже у меня за сколько с этих? 300 градусов. Градусов. Цельсия. Так. Провод нагревается, значит. Не больше, чем на 40. Но это на ощупь понятно, потому что температура, значит, тела мы чувствуем больше 40, мы чувствуем. 40, может 45. Вот провод. 45. 45 градусов, видите. Провод 45 градусов. Вот, допустим, счётчик. Ну, сеть, счётчик. Здесь, значит, 300, здесь 45. Понимаете, о чём речь-то? А вот о чём. 300 делим на 45. КПД, видите. 666, число зверя. То есть, закодировано число зверя. 6 и шестёрки пошли. И в конце только семёрка. Разница. Закодировано число зверя. По кабале. То есть, дурачат по кабале. Это что значит? Это значит, лампочка. Мы, значит, получаем на лампочке в 6, значит, в общем, 666 процентов КПД на простой лампочке. Не говоря уже других. Я уже не буду там другие. Это и по лампочке понятно. 666 процентов КПД. Почему? Потому что энергия считается в нагреве. Вся энергия тепловая. Другой нету. Получается тепло. И от тепла, значит, происходят процессы. нагрев лампочки в данном моменте. Может быть, движение электродвигателя. Движение, значит, электроавтомобиля и так далее. Понимаете, в чём суть-то? Какой нагрев, допустим, на двигателе? Вот двигатель, как вот у меня. Вот мотор, генератор, да? Мотор, генератор. Вот сеть. Провод. Трогаем провод. Он тоже 40 градусов. Может, ну, 45 пусть. Какой нагрев тут у нас? Значит, у нас летят искры, когда я запускаю вот этот ротовертик. Ну, я показывал уже. Вчера, позавчера показывал, что его пробовал. Вот он. Мотор на 225 и тут на 600 выход. Генератор. Отсюда выскрыл искры. Вот. вылетают и оттуда выскрыл вылетают. Вот там. В местах соединения этих значит вот тут вот они идут и труд колесо и труд вал. то здесь получается температура горения металла допустим, возьмем. Температура горения металла. полторы тысячи, видите? А там идут искры, это понятно. Полторы тысячи вот тут вот. Полторы тысячи градусов. Полторы тысячи градусов. Нагрев. горения металла. Но мы только берем там мы берем вот тут что и КПД там это все ерунда. Мы берем только немного. У меня там получилось 333 процента КПД. Так. А на деле то смотрите полторы тысячи градусов, а тут 45 провод. то есть ушло энергии сколько? Мы взяли энергии значит 45 градусов. А получили 1500. Разделим на 45. Помножим на 100. КПД не 333, 333 333 процента. Но мы только берем 333. Мы тоже берем даже я беру видите отсюда десятую часть мотора. Только могу брать. И то через разделение чтобы у меня это батарейка там или счетчик не сматывал. Мне надо разделить. Но это я объяснял. А зато тут это что касаемо отопления. Видите? Что касаемо отопления тут мы можем отапливаться видите у нас 400 300 и 45. Вот оно. 300 разделить на 45. Опять видите опять то же самое. Сестерочки идут. Помножим на 100. 666 процентов КПД видите? 666 процентов КПД вот оно. Три шестерки. То есть здесь мы можем здесь если нам надо что-то еще приспособить. Я приспособил но получил только десятую часть. Остальное все развеяло здесь вот ну тоже пошло на обогрев комнаты так можно сказать. Вот это все тепло. А здесь на лампочке вот я это ну это показывал. Ставлю короб и он нагревается. Ну ребята совет покрасить черный цвет правильно. Я согласен. Покрасить черный цвет еще лучше будет. У меня тут стоит этот самый отражатель сюда тоже светит. Точно еще вдвойне уже тысяча там с чем-то. То есть тут очевидно все тут вот на лампочке вот сейчас еще нарисуем. Если мы применим лампочку галоген галоген так вот вот смотрите сейчас давайте на галоген чем выгоднее галоген а вот на галоген смотрите вот ты твою мать неправильно вот а галоген да тут у меня две в коробочке вот две две в коробочке 50 где-то ватт да а нагрев то на колбе 600 600 600 градусов а тут у нас что выходит провод опять где-то 45 максимум а то и 40 ну 45 пусть а у нас уже здесь 600 вот вот вам пожалуйста 600 а тут значит 45 разница тепло америем градуса разница в тепле во сколько раз 600 разделить на 45 помножим на 100 вот вам 1333 я так и говорил я даже не считал вот сейчас пересчет провел видите вот эта коробочка 1333 процента вот делайте выводы то есть мы на на лампах мы можем получать там где обогрев там где двигатель видите там мы только десятую мы получаем кпд повышенное да 333 там 500 процентов но только десятую часть потому что мы тепло это тепло надо тоже как-то преобразовывать с моторов тоже какой-то значит отвод вот в автомобиле там допустим радиатор стоит и вода греется а что эту воду не пустить на обогрев автомобиля или там пар брать на выработку там того же электричества и машину прогонять там и так далее там же кпд еще больше вот чем смысл то и поэтому моторы значит моторы где где горит бензин там еще больше кпд температура того ой ой какая а здесь у нас вот на на этой самой на галогенке получается видите что 600 разделим на 45 ну а я уже делил да 1333 процента понимаете но это вот значит вот это ролик тому что вчера производил опыты то есть из этого видите из этого точно выходит что кпд любого устройства намного больше но мы можем использовать я вот мы вообще ничего не используем а у нас получается меньше я вот научился там вот на этих двигателях на лампочках там научился какую-то десятую часть но я только десятую часть использую а надо дальше идти то есть используя тепло тепло которое идет и от моторов и от лампочек это тепло почему мы воздухом греем ну зимой ладно зимой оно пойдет в дело это вы понимаете зимой обогрев если будешь мотор включать и теплее будет даже от мотора там еще не забывайте сама это самое катушка возбуждения электромагнитная катушка тоже нагрев 100-150-200 градусов вот а там где щетки там полторы тысячи нагрев где щетки оттуда-то и выходит ток нагрева оно оно не сматывает много все равно хотя оно тут тоже ворует счетчик это я говорил что он обратную энергию он тоже считает но все равно самое главное это счет неверный даже пусть он считает мы все равно получаем в 10 раз минимум в 10-20 раз больше на выходе но мы используем как я говорил мы используем только значит я там десятую часть а вот вообще-то промышленности вообще там у них получается на минус что у них меньше даже понимаете КПД как оно будет меньше как оно будет может быть меньше вы сами посудите для чего эти амперы и придуманы были тут сегодня парень опять говорит по амперам мерь но это я показал я больше не буду показывать если до кого не доходит значит вот там рептилоид еще один парень там это сказал что надо по амперам если не доходит до кого проводите сами сами опыты но тут понятно если отбросить вот эту мусор который в школе учили амперы законом а вот это все на свалку это для чего нам дали эти все амперы чтобы мы не поняли если бы нам не дали мы сразу сразу бы сообразили а это надо было значит сколько времени мне вот прожить чтобы я вот до этого допер вот только сегодня допер я допирал но видите на десятую часть только допер а вот сейчас я допер что уже вообще 10 раз больше что по нагреву по нагреву ребята энергия это тепло тепло где больше где 300 градусов или где 40 на проводе на счетчике давайте померим сколько там тепла или на батарейке если будет батарейка батарейка может быть 50 градусов 60 но это уже говорят что это уже плохо то есть она не больше 50 должна нагреваться понимаете в чем дело какой обман идет то есть мерить надо по температуре вот такое вот видео сегодня если кому-то что-то не ясно пишите комментарии пишите на e-mail комментарии как можно и я могу и не успеть ответить комментарии много а на e-mail всем отвечаю спасибо за внимание да сегодня праздник поздравляю сейчас вас всех с праздником сейчас значит 7 ноября день значит великая октябрь социалистической революции сейчас в честь праздника значит сейчас включим песню я хочу песню включить значит сейчас это обязательно эту песню вот пролетарский гимн в честь праздника пролетарский гимн слушайте опять видите реклама лезет везде реклама лезет везде лезут вот эти вот эти самые рептилоиды отдыхы отдых и рабов кипит наш разум возмущенный и смертный бой вести готов весь мир насилия мы разрушим до основания а затем мы наш мы новый мир построим тот станет тем это это есть наш последний и решительный бой это есть наш последний год Ни царь и ни герой, вот это запомните. Да мы освобождение твоею собственной рукой. Ни царь и ни герой, вот это запомните. 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 С праздником, уважаемые товарищи, мы победим!